Данте Алигери. Биография. Во Флоренции есть величественный памятник Данте, работы Паци, поставленный в 1865 году на площади перед церковью Санта-Краче. Он всего лишь подобие другого памятника, который воздвиг себе сам поэт. Божественной комедии, основанием своим вонзенной в девятый ров воронки ада, а главою непокорной, вознесенной в империи. Говорят, на улицах Вероны гражданки с ужасом взирали на поэта, побывавшего в преисподней, пытаясь разглядеть на его лице и бороде следы адского пламени и пепла. Данте родился во Флоренции в мае 1265 года. Его прапрадед, рыцарь Качагвида, сопровождал в походах на сарацин императора Кондрада III 1138-1152 года. Именно его, доблестного паладина, павшего в 1147 году в бою с мусульманами, Данте называл своим отцом. И, скорее всего, именно от него унаследовал воинственность и твердость характера. От жены прапрадеда пошло фамильное имя – Альегери. Альегери владели домами, участками земли во Флоренции. Отец поэта был юристом и ростовщиком. Он скончался до совершеннолетия Данте. Мать умерла, когда он еще был ребенком. В 18 лет на попечении Данте остались две сестры и брат. Школа дала юноше начатки знаний. Поскольку университета во Флоренции не было, ему пришлось заняться самообразованием. Он читал все, что придется. У правоведа Брунета Латини научился искусству сочинять письма и трактаты по латыни. И на народном языке овладел французским и провансальскими языками. И проглотил множество поэм и энциклопедий, заметно умноживших его знания более о мире искусственном, нежели реальном. Реальный же мир вторгся в его жизнь жестко и жестоко. Флоренцию раздирала вражда двух партий – гвельфов и гебелинов. Гвельфы – крупные купцы, промышленники, банкиры, влиятельные юристы – были сторонниками римского папы. Гебелины – магнаты и рыцари, германского императора. Папа и император дрались за земли, а горожане поливали землю своей кровью. Внутри каждой партии также все бурлило и кипело. В корыстной борьбе групп неясно было, кто прав, кто виноват. Семья Аль-Егери всегда была гвельфской. К концу XIII века гвельфы раскололись на две враждебные партии – черных и белых. Пропапскую и антипапскую. Хотя и теми, и теми двигала в основном лишь алчность. Белых возглавил банкир Черки, черных – магнат Донати, в замке которого подрастала нареченная невеста Данте – Монна Джемма. Данте примкнул к белым. В 1285-1289 годах он принял участие в нескольких сражениях и взятии замка Капроны. Ляск оружия не заглушил его душе голос музы. Первые образцы стихов дали Данте провансальские поэты, а прямым поэтическим вдохновителем стал друг Гвида Кавальканти, представитель поэтического направления долища стиля Нува. Данте примкнул к этой школе. Когда Данте было 9 лет, на майском празднике он впервые увидел сверстницу дочь соседа – Беатричи. Конечно же, он встречал ее и позднее, но только 9 лет спустя увидел ее уже замужней дамой и полюбил на всю жизнь. Поэт боготворил ее со стороны, не выдавая своих чувств. Едва ли догадывалась об этом сеньора. Ей он посвятил свой первый сонет. Беатрича прожила очень короткую жизнь и 24 года от роду умерла, навсегда оставив в душе поэта незаживающую рану и свет, который озарил ему путь в кромешном аду жизни и творчества. Чтобы как-то затушить горе, Данте обратился к трактату «Боэция» об утешении и философии. Стал посещать философские школы при флорентийских церквах и монастырях, студировал римских поэтов и историков. Через три года после смерти владычицы его помыслов, Данте опубликовал автобиографическую повесть в стихах и прозе «Новая жизнь» «О Беатриче и для Беатриче». Книга стала первым психологическим романом в средневековой Европе и лучшим сборником лирических стихов, на последней странице которого поэт обещал сказать о Беатриче то, что никогда не было сказано ни об одной женщине. Он выполнил свое обещание, посвятил ей божественную комедию. В 1298 году Данте женился на Джемме Донати. И хотя брак был по расчету, семейство умножилось тремя сыновьями – Пьетро, Якоба, Иоанном и дочерью – Антонией. В 1295 году, чтобы не лишиться политических прав, Данте записался в городской цех врачей, после чего невольно окунулся в политическую жизнь. Данте участвовал в Совете Ста, в составе посольства направлялся в другие города и к папе Бонифациеву Восьмому. Дважды избирался одним из семи приоров. Когда в 1301 году Флоренцию захватил брат французского короля Филиппа Четвертого, красивого принца Карл Валуа, и власть перешла к черным, Данте был вне Флоренции. Узнав, что он заочно приговорен к изгнанию по сфабрикованному обвинению во взяточнистве и сопротивлению папе и Карлу Валуа, он решил не возвращаться во Флоренцию. Дом его был разрушен. Жене Данте, как родственнице главы черных Корса Данате, удалось спастили часть имущества. Дети остались с ней. 10 марта 1302 года суд вынес новое постановление. Если Данте Альегерий вернется во Флоренцию, то пусть его жгут огнем, пока не умрет. Долгие годы поэт скитался по городам и весям Италии, терпя лишения и находя временный приют у друзей и знакомых. Во Франции, в Парижском университете он с блеском выступал на публичных диспутах, удивляя аудиторию начитанностью и находчивостью. Приступив в 1304 году к трактатам «Пир» и о народном красноречии, Данте не смог завершить их. В 1309 году в Италию вторгся с миротворческой целью император Священно-Римской империи Германии Генрих VII, Люксембургский. С которым поэт связывал свою мечту вернуться на родину. Данте в пылком письме к правителям и народам Италии призвал их поддержать Генриха. Написал трактат антипапского содержания о монархии, где настаивал на разделении церкви и государства. Церковь приговорила книгу к сожжению. В августе 1313 года Генрих VII скончался, а с ним умерла и надежда поэта на возвращение. После декрета об амнистии Данте мог вернуться во Флоренцию. Согласись он предстать перед согражданами у врат церкви святого Иоанна, где он был крещен в покаянной рубахе со свечой в руках. Но он, конечно, не согласился. 15 октября 1315 года флорентийская сеньория снова осудила его сыновьями на смерть. Убедившись, что кровавая борьба между фельфами бессмысленна, Данте ушел и от друзей, и от врагов. Ушел из политики и стал сам для себя своей партией. Он вообще отвернулся от мира внешнего и, по преданию, на склонах Монте-Катрио, около Губио, в городом одиночестве, среди скал и лесов, приступил к своей комедии. С высоты духовной независимости, приобретенной ценой изгнания, нищеты и унижений, он творил суд над деспотией и рабством, проклинал стяжательство, земельную собственность, сводил счеты с сладострастием, гордыней, алчностью, с насильниками, сводниками, мздоимцами, лицемерами, ворами, предателями. Свои несчастья писатель воспринял как знак мировой катастрофы и, как истинный творец, замыслил произведение такого же масштаба. Александр Сергеевич Пушкин считал, что оно было гениальным уже в самом замысле. На смену жизни политика пришла жизнь поэта. На склоне лет Данте нашел тихую пристань в Равене, где вдалеке от суеты, в кругу своих детей, Джоэма осталась во Флоренции, друзей и поэтов завершил свое творение из трех частей и ста песен. Летом 1321 года Данте был направлен послом в Венецию для заключения мира с республикой Святого Марка. Возвращаясь по заболоченным низинам реки По, поэт заболел малярией и умер в ночь с 13 на 14 сентября. Тело поэта положили в греческий мраморный саркофаг, в чело увенчали лавровым венком, которого он не получил при жизни. В 90-х годах XV века архитектор Ломбардо построил над саркофагом ренессанинский мавзолей. Флоренция не раз просила вернуть ей прах поэта, но он и ныне в равене. Сыновья Данте, Пьетро Якопа, оставили латинские комментарии к комедии. Божественной ее назвал еще Бокачо, хотя этот эпитет впервые появился в издании, вышедшем в 1555 году в Венеции. После начала книгопечатания в 1472 году вышли сразу три издания поэмы, затем еще несколько, а в 1481 году во Флоренции первое прокомментированное издание. Италия с восторгом восприняла комедию, но Европа в последующие века охладела к ней. Чего стоила ухмылка Вольтера? Слава Данте будет вечной, потому что его никто никогда не читает. И вдруг, в период борьбы за свободу Италии, Данте явился выразителем национальных устремлений, пророком единства и свободы страны. А следом и во всем мире Данте не просто стали читать, а превозносили его как кумира. Самый известный перевод божественной комедии на русский язык сделан Лозинским.